Десятки подписанных соглашений. А в итогах Международного экономического форума в Петербурге, где впервые был представлен дагестанский стенд, поговорим с гостем нашей программы. По следам нашумевшего сюжета. Александр Бастрыкин поручил проверить состояние фельдшерско-акушерских пунктов в горах Дагестана. Беспрецедентная акция от благотворительного фонда «Инсан». 26 фур общим весом 500 тонн гуманитарного груза отправлено в Донбасс. Подробности гуманитарной акции в итогах недели. И жизнь, и театр, и кино. Неординарный и любимый всеми артист Сергей Безруков снова в Махачкале. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем в выпуске. На неделе в Санкт-Петербурге состоялся 25-й по счету Международный экономический форум. В этом году мероприятие прошло под девизом «Новый мир, новые возможности». Для нашей республики форум стал знаковым, поскольку впервые на нем был представлен стенд Дагестана. Однако это не единственное достижение. Как считает глава региона Сергей Меликов, юбилейный форум оказался достаточно плодотворным для республики. Дагестан заключил соглашение с такими ключевыми игроками по различным направлениям социально-экономического развития нашей страны, как ПАО «Газпром», российский экологический оператор «ВТБ» и «Сбербанк». Так, в частности, подписание соглашения с российским экологическим оператором позволит решить проблему в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Договор же с «Газпромом» подразумевает развитие рынка газомоторного топлива в республике. Дагестанский стенд на форуме посетил и заместитель руководителя администрации президента России Магомед Салам Магомедов. Он подчеркнул важность достигнутых соглашений с федеральными структурами. На самом деле очень приятно, что республика имеет целый стенд. Это впервые. Мы всегда участвуем в работе в Санкт-Петербургском форуме в Дагестане, я имею в виду. Но вот так, чтобы отдельный стенд – это впервые. И это очень хорошо, потому что очень много посетителей на Санкт-Петербургском форуме. Они имеют возможность увидеть и то, что сегодня есть республика, и самое главное – увидеть те планы, которые сегодня представила республика Дагестан. И они очень интересные. Мне показали проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности стройматериала, стекловолотно. И так далее. Все очень интересные, перспективные проекты. И я уверен, что их реализация даст новый толчок для в целом социально-экономического развития республики. Мы имели возможность с Сергеем Олеговичем переговорить, обменяться мнениями. Я считаю, что работа республики Дагестан, руководство республики на этом форуме успешная. Заключены очень интересные и важные соглашения как с федеральными структурами, так и с инвесторами, промышленными группами, финансовыми структурами. Все это работает на то, чтобы наша республика, родная республика Дагестан, развивалась. Экономические развития – это необходимые условия для того, чтобы прошло благополучие дагестанского народа. Всего я искренне желаю. И продолжение темы Международного экономического форума – встреча с гостем нашей программы. Итак, итоги прошедшего мероприятия в Петербурге обсудим с известным политологом, журналистом Эдуардом Урозаевым. Эдуард Кальханович, приветствуем вас в нашей студии. Давай. Ну, начать хотел бы я нашу дискуссию с цитатой главы республики о том, что Дагестан сегодня становится доступным и востребованным для других регионов, причем не только в сфере туризма, но и по другим отраслям. На ваш взгляд, по какими именам? Было подписано довольно много соглашений, причем по самым разным направлениям, начиная от науки, кончая отраслевыми компаниями и, значит, регионами. И в этом смысле, ну, сейчас, как уже заявил председатель правительства, правительство работает над тем, чтобы в соответствии с достигнутыми соглашениями, вот, хотя они в основном представляют протокол о намерениях, конечно, да, это я понимаю вот некоторых критиков наших, которые говорят, что вот нет результата, вот уже некоторые регионы уже отчитываются, что подписаны соглашения на столько-то миллиардов рублей, какие там инвестиции. Ну, Дагестан, мы помним, что это специфическая республика, рисковая в какой-то, в определенной степени до сих пор, вот, и, значит, конечно, моментально, быстро добиться каких-то инвестиционных соглашений, наверное, было трудно, но чиновники дагестанские, они сделали все возможное для того, чтобы наладить максимум контактов, заявить о себе, представить ряд проектов, выступить на этих, на площадках разных, значит, секционных, представить свои, так сказать, возможности Дагестана, и в этом плане, значит, предварительные договоренности по ряду направлений достигнуты. Ну, и, значит, сейчас наступает этап, в котором это все должно проработиться в списке поручений, ответственных, и сроках, со сроками, которые должны быть проработаны те или иные вопросы. Вот, конечно, некоторые будут пробуксовывать вопросы, но, как говорится, количество рождает качество тоже. Если, значит, по такому количеству направлений начата работа, то, соответственно, мы можем рассчитывать на определенные результаты, все-таки позитивные, тоже, как и другие регионы, которые хвалятся сейчас, значит, там уже, так сказать, достигнутыми договоренностями по инвестициям. Ну, по крайней мере, планы есть, осталось работать в этом направлении. Да, совершенно верно, да. Очень важно сейчас, вот в современных условиях, когда вот эти условия напряженности, очень серьезных санкций в отношении страны, значит, геополитической неопределенности сейчас планируют тоже компаниям, даже трудно, вот, с госучастием даже компаниям очень трудно планировать, они тоже, так сказать, выжидают где-то там, какие сигналы будут поступать от, значит, руководства страны, вот, но эти сигналы ими сейчас получены. Очень была большая и содержательная речь в отношении внутренней экономической политики у Владимира Владимировича Путина. Он обозначил меры не только социальной поддержки, вот, которые как раз для Дагестана очень важны, но и ряд мер по поддержке бизнеса. Вот, и надо использовать эти возможности тоже. Сигнал получили все, и крупные компании, и федеральные органы власти, и региональные органы власти. Теперь должны взаимодействовать, уточнять детали, составлять планы работы и по ним работать. Вот мы начали говорить о возможностях, в принципе, Дагестана, Игорь Михайлович, вот до начала нашего эфира я еще раз внимательно просмотрел стенд нашей республики на представленном на форуме, кстати, впервые представленном на форуме. И у меня сложилось такое впечатление, что кроме алкоголя и туризма нам нечего предложить. Может быть, я ошибаюсь, но тогда поправьте. Либо давайте по-другому спрошу, а что еще мы можем предложить в качестве импортозамещения? Ну, во-первых, я хочу тебе сразу сказать, с последних слов начну. По поводу импортозамещения на форуме развернулась довольно серьезная дискуссия. Там даже, значит, есть сторонники как бы полного импортозамещения, учитывая полную изоляцию страну. Но Владимир Владимирович Путин сказал, что страна остается открытой. Железного занавеса нет. Да, занавеса не будет все равно, не получится. Как говорится, у наших партнеров так называемых. Поэтому, значит, импортозамещение, оно тоже, вот как выступил этот глава Ростеха Чемизов, он сказал, что мы должны определенным направлением работать, конечно, но и импортозамещение. Путин тоже предложил не импортозамещением, сколько заниматься, а сколько разработкой более передовых даже технологий. То есть не идти ни в хвосте, ни в загонку, как говорится, не делать подобие чего-либо, чего у нас нет, да, а постараться опередить чем-то. Поэтому вот была очень акцентуирована, выражена мысль о том, что научно-технический прогресс двигатель развития общества. И вот научно-технический прогресс, он тоже будет, в общем-то, в этом прогрессе, научно-техническому прогрессу будет уделено большое внимание. Вот, и в этом плане даже отрадно, что наша республика подписала соглашение с РАН, они будут проводить исследования и, значит, возможности транспортного логистического комплекса. Кстати, вот он был представлен на стенде тоже, вот эти возможности транспортного логистического комплекса. кроме, значит, как говорится, алкоголя, чая и рубича, да. Ну, понятно, ну, вы знаете, вот придираться не стоит, вот точно так же, как вот с этими критериями старыми по количеству, так сказать, этих инвестиций, да, вот я, как говорится, там реагирую на критику, да. Но, значит, точно так же, значит, не следует ожидать, что стенд должен представлять все, что можно. Значит, многие проекты и возможности, они представлялись во время выступлений. Вот, в том числе более развернутые, значит, картину давал Сергей Меликов на секционном заседании по туризму. Вот, значит, Абу Муслиму, Абу Муслиму, председатель правительства тоже на секционном заседании по продовольственной безопасности, по виноградарству и по виноградарству, по развитию виноградарства. Вот, поэтому, значит, в этом контексте, значит, не стоит столь презентать, а презентация была, республика, и она удалась, я считаю, многие известные люди подходили, интересовались, не обязательно, как говорится, выложить кучу проектов, допустим, да, и рассчитывать на то, что, значит, кто-то подойдет и будет, начнет... Важно завязать было знакомства, какие-то отношения личные, значит, вот, и в этом плане, я думаю, ну, задача, я не скажу, я не стараюсь, значит, там, хвалить или какие-то восторги высказывать в отношении прошедшего этого форума, вот, у него были свои недостатки, все-таки было недостаточно бизнесменов зарубежных, там, недостаточно было представителей, значит, органов власти других государств, было маловато, так скажем, вот, может быть, к организации форума тоже какие-то можно предъявить претензии, и, тем не менее, я все-таки, ну, как бы, в целом, позитивно оцениваю итоги работы, но просто наши чиновники достаточно интенсивно, я считаю, поработали, потому что мне, есть с чем сравнить с прошлыми поездками этих наших делегаций, вот, там тоже, как говорится, хромали на обе ноги, но, даже, после подписания ряда соглашений об инвестициях, в которых были указаны, кстати, миллиарды рублей, на какие суммы были вот эти инвестиции, но, тем не менее, реализовывался, в общем-то, кот наплакал из того, что было подписано, вот, в этом плане подход сейчас немножечко, мне кажется, изменился, вот, устанавливаются личные контакты, что очень важно, вот, в создавшихся условиях в сложившейся системе управления, вот, мы сейчас переходим частично на мобилизационные рельсы управления экономикой, вот, мы вынуждены это делать, вот, и это все, значит, надо быть нашим властям тоже встроенным в эту федеральную повестку, без этого, как говорится, никак нельзя, то есть, условия и обстоятельства совершенно другие, чем это было два-три года назад, совершенно другие. Ну, тут вопрос не столько критики, Дуэль Кайрханович, чтобы вы правильно, я отшутился, тут вопрос был не критики, вопрос был... тем критикам какой-то степени, которые есть в телеграм-каналах. Это безусловно, это мнение подавляющее большинство пользователей социальных сетей, которые так отреагировали. Ну, критически оценивают, вроде бы, даром поехали, провели там... Первое впечатление, но вместе с тем, на самом деле, вот как вы сейчас начали говорить, вот те договоренные соглашения, которые вы обозначили, в принципе, я думаю, если уже даже они будут реализованы, то это очень хороший показатель, реформа на самом деле для Дагестана окажется плодотформой. Ну да, ну вот я даже просто перечислю для того, чтобы не быть голословным, просто вот перечисление, допустим, вот по Газпром газомоторное топливо будет сеть автозаправочных газовых станций. Мы все время кричали, что у нас газ дороже стоит, потом, ну, вроде бы, подешевел, но опять потом стал дорожать. Если будет расширена сеть этих газомоторных станций, значит, для заправки, значит, разве это плохо? Разве плохо, что у нас будет усиленными темпами развиваться газификация, ремонты своевременно проводить, значит, инвентаризация проведет этой сети газового хозяйства? Разве это плохо? Если российские железные дороги, значит, нам с высокими технологиями медицины не помогут, разве это плохо? Вот. Если, значит, точинвест собирается у нас, значит, активно строить какие-то, значит, по современным технологиям, обеспечить нам быстрое строительство и освоение вот этих вот выделяемых федеральных бюджетных денег, мы не успеваем это делать, но если точинвест нам поможет, почему? Разве это плохо? Это безусловно хорошо. Больше будет этих социальных объектов построено. Разве плохо, что в импелком коммуникации будут работать и даже миллиард инвестиций собирается вложить сюда для развития телекоммуникационной связи? Билайн, так называемый. Но это же разве плохо? Вот в этом смысле я поэтому говорю, что, в общем-то... Повторюсь, планы намечены, осталось работать. И в заключение, Эдвард Калханович, вот как вы в целом оцениваете на данный момент социально-экономическую ситуацию в регионе? Ну, относительно она, как говорится, относительно только стабильно, потому что последняя социально-экономическая инфляция очень высокая у нас в Дагестане. Рост цен очень высокий. Потребительская корзина выросла на 18% по-моему, по данным Росстата с начала года. Причем больше, чем у других. И у нас одна из самых высоких после Ингушетии 6300 у нас вот этот минимальный продовольственный набор стоит. С другой стороны, значит, относительно стабильно соблюдается. Вроде бы рост есть и числа малых и средних предприятий, есть, значит, определенные, значит, выполнения планов по налогам и сборам. Значит, это говорит о том, что экономика тоже, в принципе, работает, какие-то доходы и налоги выплачивает. Вот. Поэтому относительно стабильная и вот своевременно принятые меры все-таки, ну, позволили сохранить стабильность. Вот сейчас, значит, наступил сезон для аграриев вот и, значит, туризма. Вот этот летний период, ну, он всегда более-менее мы стабильно проходим. Вот. Если не считать августа месяца, но это для всей страны. Опасно всегда там существует, я не знаю. Надеюсь, что мы его тоже пройдем относительно спокойно, значит. Вот. Поэтому, в общем-то, ну, я бы, ну, если по этой, по пятибалльной шкале оценивать, то я бы оценил где-то на 4. Суциально-экономическую я имею в виду. Ну, спасибо вам за беседу. Напоминаю, с известным политологом Эдуардом Муразаевым мы обсуждали итоги Международного экономического форума, прошедшего в Петербурге. Наглядным примером того, что журналистское сообщество и СМИ в целом могут влиять на решение тех или иных проблем в обществе является сюжет Пятого канала о состоянии фельдшерско-кушельских пунктов в горах Дагестана. Материал вызвал общественный резонанс и заставил обратить на себя внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Напомним, в эфире новостей были показаны фактически средневековые условия, в которых работают врачи. Более того, медики открыто заявляли о миллионных хищениях при строительстве ФАПов. Однако, ключевой в сюжете наших коллег стала история инвалида, у которого отнялась рука по причине того, что в местном медпункте ему своевременно не оказали помощь из-за отсутствия необходимых медицинских препаратов. В итоге, по поручению Бастрыкина управлением Следственного комитета по Дагестану будет проведена проверка всех фактов, озвученных журналистами в материале. На неделе в рамках празднования Дня России в Махачкале в конно-спортивном комплексе «Зебра» состоялся настоящий олимпийский конкур. За звание лучшего всадника боролись 25 участников из Дагестана и Чечни. Призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Организаторы подготовили обширную культурную программу, а также вкусные угощения для гостей мероприятия. О том, как проходил самый зрелищный из конных видов спорта, расскажут наши корреспонденты. Конкур один из самых красивых и сложных видов конного спорта. В Дагестане он находится на стадии возрождения и здесь, на территории спортивного комплекса «Зебра» проходит первый официальный чемпионат республики. Клуб «Хорсес-5» город Махачкала. Это рыжий жеребец буденской породы 2011 года рождения. Хадижа меньше года назад села впервые на лошадь, а конкуром занимается 9 месяцев. Ее портфолио уже 4 старта. Хадижа Халилова самая молодая участница соревнований. Ей всего 11 лет, но в седле она держится уверенно. На возраст тут никто не смотрит. На первом месте навыки и умения. Часто выступаешь на соревнованиях, когда бывают соревнования. Пока первых мест не было, но были и вторые, и третьи, и четвертые. Все впереди, да? Да. Как сегодня прошел заезд? Ты довольна? Сегодня можно было и лучше, конечно, но так получилось. Всего в соревновании принимают участие 25 человек. Они оспаривают награды в трех дисциплинах препятствий с высотой на 60, 80 и 100 сантиметров. Призовой фонд соревнований 200 тысяч рублей. Победителем статус всероссийских соревнований и сюда приедут лучшие представители нашей страны, и не только. И мы увидим здесь, в Дагестане, очень красивый конкурс. На сегодняшний день он уже красивый, потому что всадники уже опытные, едут хорошо, не хуже московских спортсменов ни разу. То есть всадники, которые выступают на уровне. Но думаю, в ближайшее время сюда приедут очень многие и увидят эту красоту и просто ахнут. 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 Именно ахнут. Хорошо. Спасибо большое. К лошадям у дагестанцев особая любовь, поэтому и трибуны полные, соревнования посетили и значимые гости. Среди них духовный лидер республики шейх Ахмата Фанди, председатель Народного собрания Заур Искандеров, а также известные спортсмены. Специально на чемпионат приехали экс-мэр Олимпийского Сочи и представитель президента Совета Федерации Конного спорта России. Это очень красивый вид спорта, олимпийский вид спорта. И вот эта связь человека с лошадью, и когда это превращается в такой красивый вид спорта, когда такая прекрасная площадка, прекрасные кони, может быть, пока сегодня не очень большие высоты, но мы обязательно будем поднимать планки каждый год. Вот такие у нас планы. Организаторы турнира позаботились и о маленьких зрителях соревнований. Вниманию детей и их родителей была представлена обширная культурная программа с выступлением аниматоров и другими развлечениями. Ларьяна Шимхалаева, Карим Даниев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На неделе в аэропорту Махачкалы прошло совещание по вопросам подготовки предстоящей хач-компании. В обсуждении приняли участие руководители авиапредприятия и компании «Марватур», а также представители пограничной службы, таможни, Роспотребнодзора и полиции. По итогам совещания ответственным лицам были даны рекомендации по работе с паломниками. Напомним, в этом году из Дагестана на святые земли Мекки и Медины отправится около пяти тысяч человек. Первый вылет запланирован на 21 июня. Первый вылет запланирован на 21 июня. Паломники отправятся в хач прямыми и комбинированными рейсами через Дубай. Сегодня была очень важная встреча с представителями служб, которые имеют так или иначе связанные с организацией хача. Это и сам аэропорт Махачкалы, который непосредственно имеет отношение к организации паломничества. Это представители таможенной службы, пограничной службы, Роспотребнодзор. Была очень нужная информация, которую было необходимо довести до руководителей групп, которые в последующем будут доводить до паломников. Это порядок выезда, это ограничение для вывоза багажа, для ввоза его обратно. То есть это вся та информация, которую необходимо будет пользоваться в процессе организации самого вылета на хач. Беспрецедентная акция от благотворительного фонда «Инсан». 26 фур с гуманитарной помощью общим весом 500 тонн отправились в Донбасс. В сборе помощи принимали участие как меценаты, так и рядовые жители из городов и районов республики, которые с первых дней проведения специальной военной операции на Украине активно подключились к отправке гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшие дни жители Донбасса получат не только продукты первой необходимости, но и одежду и средства гигиены. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Гуманитарная помощь готова к отправке на Донбасс. 26 груженных фур, 14 выезжают из Махачкалы и еще 12 ждут в попутных городах. Здесь есть все необходимое на первое время. Сахар, рис, гречка, вода, другие не портящиеся припасы, детская и взрослая одежда. Всего собрано около 30 тысяч комплектов продуктовых наборов. Вся эта продукция, она формировалась именно по запросу, который к нам поступали самих людей, что именно там необходимо. Все это собирали жители республики общими усилиями с благотворительным фондом «Инсан». Такую поддержку жителям Донбасса можно назвать беспрецедентной. Это уже пятая и самая внушительная колонна с гуманитарной помощью от дагестанцев. В формировке этой продукции принимали участие люди со села Дагестана, со всех городов, с районных центров, даже с разных уголков с села Дагестана люди принимали участие. Кто-то непосредственно финансами жертвовал, кто-то продуктами, которые мы сегодня отправляем. Люди активно откликались с первого дня начала специальной военной операции. Как только фонда был открыт, пункт приема гуманитарной помощи, сегодня мы видим результаты, как 26 машин отправляются гуманитарной помощью на Донбасс. Впереди 24 часа дороги. Сопровождать колонну будет патрульная машина полиции. По прибытию в пункт назначения гуманитарный груз будет распределен среди нуждающихся жителей ДНР и ЛНР. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Бесконечные проверки пора заканчивать. Направление Росреестры Республики и прокуратура провели в Махачкале совместный семинар для работников муниципального земельного контроля. Главной проблемой выделили бесконечные несогласованные проверки бизнеса в земельных вопросах. До 1 июля текущего года органы местного самоуправления должны направлять в управление Росреестры по Республике Дагестан проекты планов проведения плановых контрольных надзорных мероприятий. На сегодняшний день только 10 органов местного самоуправления представили проекты планов проведения плановых контрольных надзорных мероприятий и то, которое не соответствует требованиям земельного законодательства Российской Федерации. В связи с тем, что глава Республики Меликов Сергей Анимович поднимает вопросы актуализации работы органов местного самоуправления, руководителем управления Росреестра по Республике Дагестан принято решение, чтобы пригласить их к нам в Росреестер и разъяснить им порядок проведения плановых проверок, исключить незаконное вмешательство деятельностей контролируемых лиц, а также обеспечение соблюдения прав контролируемых лиц при проведении проверок. В рамках встречи обсуждалась совместная работа с надзорными органами, в частности, согласование планов проведения контрольных мероприятий. Особое внимание было уделено не только соблюдению закона, но и правам контролируемых лиц при проведении проверок. В семинаре приняли участие представители 37 муниципалитетов. Основной целью семинара является исключение незаконного вмещательства органов муниципального земельного контроля в деятельность контролируемых лиц. То есть, чтобы одного и того же лица не включали в план проведения плановых контрольных надзорных мероприятий органа государственного земельного надзора, органа муниципального земельного контроля, Нами проводится семинар-совещание и разъясняется, доводится эта информация до соответствующих органов местного самоуправления. С новой версией спектакля «И жизнь и театры кино» в Махачкалу прибыл известный российский актер Сергей Безруков. В рамках визита артистам было подписано официальное соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры Республики, который предполагает, что со следующего года в Дагестане будет реализован масштабный праздник для детей и юношества «Эхо Большого детского фестиваля». Создателем и художественным руководителем проекта является сам Сергей Безруков. Мы выпускаем спектакли, фильмы, анимацию, все как раз для этих детей. И как раз дети решают, что является лучшим. Мы-то считаем, что все лучше мы им отобрали на наш фестиваль. А вот они уже решают, это ноу-хау нашего фестиваля, Большого детского фестиваля, детское жюри. И как раз победители, знаете, когда только Москва видит лучшее из разных регионов. Потому что у нас мультижанры фестиваля, мы собираем и спектакли музыкальные, театров кукол, детские, различные спектакли, анимацию и кино. С прошлого года у нас уже есть такое понятие, как БДФ-книга, то есть лучшие современные детские писатели. Тоже проводим конкурс, наши детские жюри также все это читают, отсматривают. Более того, знакомятся еще и с оперой. То есть, знаете, такой разносторонний, мультижанровый фестиваль для того, чтобы дети могли получить все, что для них делается со стороны взрослых, для детей. Покажем не только спектакли, конечно, будет день анимации и кино, и, естественно, цикл лекций, лабораторий. Я думаю, что тем более, что следующий год юбилеем Расулу Гамзатова. Я думаю, что что-нибудь придумаем, и, может быть, Московский губернский театр тоже поучаствует каким-то образом. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.